Друзья, 2021 год это точно год чистоты. Китайцы просто набросились на роботы-пылесосы. Вертикальные пылесосы активно выпускают, внедряют новые технологии. Это круто. Сегодня посмотрим на новинку. Модель называется RedKey F10. Интересно на тем, что здесь два уже HEPA-фильтра установлено. Здесь есть также автоматическая регулировка мощности и труба телескопическая, которая изгибается для очистки труднодоступных мест. Я думаю, что это интересная вещь, которую вы должны сегодня со мной вместе протестировать. А еще интересна модель тем, что она достанется одному из вас с хорошей скидкой в нашем инстаграм. Беллстор ЮА, там множество различных предложений с лучшими ценами в стране. Переходите, актуальные ссылки в описании. Итак, ребят, краткий обзор. Комплект здесь, друзья, не самый богатый, но учитывая стоимость пылесоса, вполне отлично. Цену я вам назову дальше в видео, чтобы не раскрывать все секреты. Так вот, в коробке находится сам пылесос, труба с функцией изгиба, адаптер для зарядки, база-держатель для пылесоса настенная с контактами под зарядку и хранение насадок, крепежные элементы к ней, инструкция, запасной HEPA-фильтр, щетка для мебели и авто, щелевая телескопическая насадка, моторизированная торбощетка и съемный аккумулятор. Для кого-то это важно, хотя для меня это вообще не имеет значения. Пылесос всегда после уборки ставлю на базу и он постоянно заряжен. По насадкам не хватает мебельной моторизированной щетки, а так все вполне отлично. Две насадки комбинированные, одна и вторая имеют выдвижной механизм, так что можно использовать под разные задачи. Широкая, например, хорошо подходит для уборки автомобиля. Пылесос оснащен четырьмя кнопками, одна включает и отключает устройство, фиксация режима есть, то есть держать ее постоянно не нужно, это хорошо. Сверху размещены еще три кнопки, регулировка мощности, плюс и минус, а также выбор автоматического режима. Это одна из особенностей модели, то есть пылесос понимает, когда нужно увеличивать мощность, например, при очистке крупного мусора, ковровых покрытий он начинает увеличивать мощность автоматически. Это и заряд экономит, и меньше нужно обращаться к ручной регулировке. Не скажу я вам, друзья, что эта функция работает на все 100% правильно, но помогает в ряде случаев. Еще есть, так сказать, дисплей, который, собственно, и отображает режимы, а также вводится информация о щетке, о фильтре и так далее. На аккумуляторе разместили три светодиода, которые сигнализируют о его заряде. К слову, до 100% пылесос заряжается 5 часов. Время работы 1 час в минимальном режиме, в турбо максимальное 8 минут время составляет. Мощность при этом достигает 140 аэроватт. Однозначно не хватает быстрой зарядки, и время в турбо могло бы хотя бы на пару минут быть больше. Еще одна фишка пылесоса – это два HEPA-фильтра. Один находится с верхней части, зациклонным, а второй расположили на торце, уже на выходе воздуха. У продавца указано, что их можно мыть водой, но нужно дать высохнуть естественным путем после этой процедуры. Сброс мусора осуществляется привычным способом с нижней части. Жмем кнопку, оп, и крышка открывается, и контейнер очищается. При необходимости можно снять бак, и циклон можно снять, затем его тоже помыть, очистить и так далее. В плане конструкции выглядит все вот таким вот образом, как показал производитель в анимации. Турбощетка здесь не совсем стандартная. Она универсальная, предназначена как для ковров, так и для гладких напольных покрытий. При этом еще и размещено 6 светодиодов белого цвета, которые могут помочь при уборке в темных местах, или просто лучше видеть поверхность для очистки. Не бесполезны они, друзья. Реально светят ярко, но, конечно, кушают заряд. Щетку можно снять за пару секунд, тоже для очистки. Реализовано это вот таким вот образом, удобно, просто, быстро. Ну что, ребят, будем тестировать. Берем наш мусор. Здесь у нас волосы, шерсть, семечки, чай, листья, хлопья, конфеты и пыль. Рассыпаем и включаем, давайте, средний режим мощности. Вот честно, думал, что такая вот конструкция щетки сейчас раскидает весь мусор по полу. Но нет. Скушал все буквально в 2-3 прохода. Для убедительности повторил процедуру еще несколько раз. Реально хорошо переваривает разношерстный мусор на гладких поверхностях. В моем случае это был ламинат. Окей, многие говорят, что 140 айроватт это какие-то пукалки. Берем ковер с разным ворсом, снова высыпаем весь наш мусор, трамбуем его и запускаем на среднем режиме. Как можете видеть сами, тоже в 2 прохода 99% забрал пылесос себе в контейнер. Так что если дома не катаете шары из грязи и хотя бы раз в неделю убираетесь и не разбрасываете железные шары, гайки, болты по дому, то такой мощности вам вполне хватит. Опять же, я думаю, такой пылесос идеально подойдет для квартир или дома 50-70 квадратных метров, если комбинированное покрытие напольное. И теперь вот та самая фишка, на которую больше всего делают акцент производители. Это ломающаяся труба для очистки труднодоступных мест, чтобы не наклоняться. Например, мы хотим вычистить под столом, жмем кнопку с нижней части и труба рассоединяется, держится на гофре и это реально позволяет убирать проще в таких местах. Колеса на турбощетке большие, гибкость и маневренность хорошая получается. После нужно всего лишь выпрямить конструкцию и она сама зафиксируется. Также можно убирать под тумбами, кроватями, унитазами подвесными и другими подобными местами. И это реально удобно. И мы еще это выяснили, когда тестировали похожую модель от компании Равента. Только там ценник был почти в два раза выше. За счет больших и прорезиненных колес щетка скользит и ездит уверенно. При этом не создает много шума. Тоже хорошо. Так что вполне себе рабочий вариант получается. Главная фишка, конечно, была на распродаже в июне, когда эту модель можно было купить, друзья, за 169 долларов. Это просто пушка. Цена для такого пылесоса. И в доме, и в машине убираться очень удобно. Ни один автомобильный не будет таким мощным, как эта модель. Минусы. Не слишком продолжительная работа в турбо режиме. Долгая зарядка. Нет насадки для мебели. Плюсов тоже хватает. Но и цена сейчас немножко уже подросла. На Алиэкспресс достигает 249 долларов. Что могу вам сказать, друзья, в итоге? Ну, скорее всего, этот пылесос залетает в соотношении цена-качество. Здесь съемный аккумулятор. Здесь кнопка с фиксацией. Здесь есть подсветка. Здесь труба изгибается для очистки труднодоступных мест. Здесь два хэпофильтра, которые моются. Да и справляется данный пылесос, вы видели, с разным мусором на разных напольных покрытиях. Поэтому, если вдруг себе присматриваете пылесос вертикальный, беспроводной, аккумуляторный, можете рассматривать данную модель к покупке. Если вас заинтересовало вот прямо сейчас, с хорошей скидкой, в нашем Instagram Белстуре продается вот эта вот вещь и множество других. Там более сотни различных товаров с хорошими ценами. Есть прямо эксклюзивные вещи с лучшими ценами в стране. Заходите, проверяйте. Все полезные ссылки в описании. Чтобы не пропускать новые видео, просто не пропускайте их. И мы увидимся с вами, ребят, очень скоро. Пока.